всем здравствуйте я продолжаю вас знакомить с городом муром где мы побывали буквально недавно и это была экспресс экскурсия два дня в этом городе и в сжатом режиме мы посмотрели очень много интересных достопримечательностей этого города в том числе монастырей соборов и других памятных мест и одно из таких мест это площадь крестьянина на которой стоит памятник петру и февронию это наши русские святые я думаю что многие знают памятник был установлен 2012 году и рядом с этим памятником находится благовещенский мужской монастырь который мы чуть чуть позже пойдем и нас встретил можно сказать с культурной программы самый настоящий илья муромец и большое спасибо елене борисовне колодина которая проводила эту экскурсию провела с нами эти два дня за тот материал и те знания которые она нам дала и это был единственный монастырь и вообще единственный храм благовещенский куда меня пустили с камеры и никто за мной не бегал и не разрешал снимать типа убрать телефон и большое спасибо за это людям которые там работают которые там служат ну и пойдемте в храм больше меня нигде не пустили уважаемые гости добро пожаловать в наш древний город муром я с удовольствием познакомлю вас городом все самое интересное основное мы сегодня увидим весь этот фильм снимали вот здесь в парке у нас и они с конкином идут и сзади них вот панорама этих двух монастырей пока еще зелень и распустилась видно мы едем прямо мы прямо и налево в конце а это стихийный рыночек блошины блошины да да я уже тут прикупил не удержалась советский фарфор чайники он немножко со сколов за 100 рублей мне чайник и сахарницу продал то что я покажу похвалюсь девчонки я сама прям думаю я себе на дачу отвезу и все и буду любоваться такой красотой смотрите какой веселый вот скол ну и что да будто ложку сюда можно сейчас говорят дулевский дарил скина тем более это понятно что того будто бы из детства да а цвет какой веселенький цвет настроение салат еще такая сахарница но в сахарнице там чуть-чуть скол а сахарница вообще можно использовать как вазу крышку снял и цветы поставил универсально это же все уходящие эпоха этот наш советский дулевский уже и завода так и закрывали мультика коммунистическое нет таких сейчас все пафосное дорогущее делаю а потом это пафосное дорогущее тоже будет антихвариат скачивают я уже не спрашивала но на а замутках в на Да, мы уже видим Лену, да, хорошо. Так, вот нам сейчас налево, а, налево, значит, вот за этой машиной вот так, на разворот, да. Вот, по-другому, Михаилу, здесь пожарная часть у нас. Ну и что, вот она, большая торговая площадь, часть торговых ведущих... Главная торговая площадь Мурома. Если вы видите, эта площадь сформировалась в 17 веке. Когда Муром стал торговым городом, а до 17 века Муром был пограничным. Ну, чтобы понятно было, я к самому началу вернусь. Муром основан был в 862 году. В этом году Мурому исполняется 1161 год. Вот такой возраст. Таких древних городов у нас в России всего 4 самых-самых древних города. Это Великий Новгород, Росток Великий, Белозерск и Муром. Упомянутых в летописи под 862 годом. Ну, как археологические артефакты нам говорят, что еще жизнь здесь в 6 веке началась. И жило финно-угорское племя Мурома, которое дало название городу. Ваше название от Ильи Муромца произошло в городе? Нет. Илья Муромец от Мурома, а Муром от финно-угорского племени Мурома, которая жила на территории города. И Муром в переводе с финно-угорского означает «Люди, живущие на возвышенности у воды». И вы убедитесь, вон там она уже, оката видна. Это восточная часть города. Какие мы еще съездим? На высоком левом берегу воды. Город находится на одной только стороне реки. Покажите. Синно-угорское племя мордовской культуры. Смотрите, какая красота. Здесь на площади находится памятник Петру и Февронии. Идем смотреть. Красивый здесь вид. Поют птицы. Он существовал до 12 века. И столица был Муром сначала, его Пётр и его супруга, которую он в селе Ласково нашел. Вернее, Господь так устроил. Боже, самый настоящий, что ли? Да ну дафиг, откуда он? Из того ли города ты? Рома появляется! Так, по три его. Спасибо. Все. Сождались, сождались. Здравствуйте, гостишки, дорогие. Здравствуйте. Я Муромед. Я Муромед. Я Муромед. Теперь давайте признаваться, из каких мест вы к нам приехали. Московское княжество. А долго ли ехали к нам в Кортхоле? Ой, долго. Тем не менее до нас добрались, за что вам большое спасибо. И Рязанское княжество. Много княжеств приехали. И Магаданское княжество. Тем не менее до нас добрались. Большое спасибо. Даже с Магадана. Мы вас очень ждали. И мы вам очень раз с Магадана даже. Здорово. Да. Здорово вы, гои и еси. Добрые молодцы. А несколько штук. И не надо посказать ее. Вижу добрых молодцев, вижу мало, но есть. Добрые молодцы да красные девицы. Вы примите слово доброе. Слово доброе да поклон земной. От богатыря русского Ильи Муромца. Спасибо. Да позвольте мне в этот добрый день до светлый час приветствовать вас на Святой Муромской земле. Появился я на свет Божий в доме крестьянском. В доме крестьянском до Василия Карачарова, что под Муромом. Батюшка мой был именем Иван. Отчеством Тимофеевич. Матушка Ефросинья Яков. Тридцать лет до три года пролежал я на пяти не мог подняться. Пока не появились в наших краях старцы мудрые. Калики перехожие да не напоили меня пятиецом медвяном. Которое дало мне силушку боготостную. Встал я тогда на свои резвые ножники. Расправил плечи широкие. И пошел на берег красавица идти силушку свою пробовать. Стал я рвать дубовиковую из корня. Руки хватает да в речку их избрасывать. И потекла красавица к Апановому руслу. Тогда просили меня старцы встать на защиту земли русской от ворога ненавистного. Окликнулся на их просьбу. Благословляя меня на подвиги ратные да дела праведные. Матушка моя дала мне наказ. Зря Ильюшенька силушкой не хвастает. Не обижай стариков, что все это детушит мало. Будем Ильюшенька защитить. Через всю жизнь пронес я эту заповедь. И всегда помнил откуда я родом до какого племени. Я за веру стоял Христову. Я за церкви стоял Соборную. Я стоял за Русь, матушку да за Муром град. Который славен подвигами ратными. Людьми великими, церквами-златоглавами. И еще славен он людям мастеровым да хлебосольным. Ведь не зря на гербе града нашего. С давних лет седы до сегодняшних не мечи сверкают булатные. Калачи золотятся... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Румяные! И как историй повелось на Руси. Гостей хлебом-солью встречать, да добрым словом привечать. Уж и вы, гостей, меня скажите. И калач от нас любимый. Спасибо. В этом месте аплодисменты. Может быть за ужином? Чай пить тем вечером возьмете? Ну, кто хочет сейчас попробовать? Давайте, 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 давайте Одну минутку, одну минутку, стоп, 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 стоп Давайте-ка сначала вместе с вами фотографируемся Дого-то одного откомандируем, да, чтобы нас фотографировали? Я могу, я могу Да, да, да Давайте все вокруг меня Давайте По правой, по левой руку, так, чтобы я оказался в центре Меня не закрывать Иди, Маша, Маша Так, пошире встаем, пошире, пошире, пошире Вот так, вот-вот А я хочу прямо с фигур Лучше дальше, лучше меньше Ну что ж, шишки будем кричать, нет, все вместе? Шишки! По моей команде 3-4 Шишки! Еще разочек Шишки! И еще разочек, 3-4 Шишки! Молодцы! Все, еще разочек Один, два, три Шишки! Ну хватит мучиться Шишки! Ну что, дети? По кусочечку отламываем, да? А что будет, давайте Депустируйте Все, что останется, возьмете с собой Проводили мы Илья Муромцев И пошли дальше Жизнь появился по инициативе студентов Нашего политехнического университета При университете есть небольшая церковь И вот так батюшка хороший И ребятам все время задавали вопрос Почему у нас святого Валентина Привозносят и Валентинке делают в детских садах Ну вроде у нас есть свои Покровители любви, семьи Пенту и Февроне И батюшка благословила, говорит, напиши Оказывается, здесь есть какой-то сюрприз Про зайца Здесь трот нос зайца Я тоже хочу погладить Очень, очень надо счастье Очень надо, очень-очень. Какие классные. Главное дотронуться. За ухом. Про нос, не имея иное желание. За ухом. В общем, помяли мы зайцу и уши, и нос, и мордочку, и глазах, то, что мог. И коленки, чтобы счастья было в доме побольше. Вот так вот. Кто не успел, все-таки успел. Пойдемте дальше. Хороший экскурсовод. А мы сейчас зайдем в Благовещенский монастырь. Учрежденный Иоанном Грозным в 1555 году. Как здесь красиво. Весь чай, кофе. Людям на землю, чтобы спасти их от грехов. Знаю, что люди убьют, распнут его. Значит, ты против той веры поступаешь, по которой учил нас жить. И улеченный таким образом, Константин, как не горько ему было, благословляет Михаила. И он идет к язычникам. Они притаились за стенами и видели, что идет безоружный маленький мальчик. И когда Михаилу осталось до ворот в местных пешагов, вылетела снула, которая угрожилась с сырчем Михаила. То есть они убили этих детей. Михаила. Но они тоже были людьми и понимали, что совершили жестокую убийсть маленького ребенка. Они бросили оружие и подбежали к телу Михаила. То же случилось и в войске его отца. Все люди приселы с учившимся. А когда очнулись, то увидели, что они как братья стоят, причем к плечу друг друга. И видя, что князь Константин не стал мстить за смерть своего сына. Язычники ему поверили своими сродниками. Они из Рюриков тоже были. И дал обед, что если одолеет, казалось, по славу, это он построит в Муроме храмы каменные. Но не только в Муроме. На всем протяжении, как шло его войско, от Москвы до Казани, строились храмы каменные. Прислал Муром 500 рублей золотом, на которые 4 храма было поставлено. И вот на месте деревянной церкви ставится вот этот храм. Но от него остался под клет от земли до первого карниза. 16 век. Все остальное было перестроено в 17 веке. Особенно храм пострадал во время польско-литовской интервенции. Здесь орудовала банда атамана Лисовского, которая пожгла множество храмов, разорила их. И особенно этот монастырь пострадал. Царские вклады были. Самого царя Ивана Грозного. Если вы обратите внимание на главный купол и над крестом, увидите царскую корону. Не каждый храм удостаивается такого. Только те храмы, где была царская особа, или были царские вклады. Здесь и то, и другое. Этот храм не только Иван Грозный посетил, его и Павел Первый посетил. Теплые холомные. А как здесь ладаном пахнет. Запах вкусный. У нас веки уже отдельно не строили, а сделали пристроек к холодному храму. Экономили и строили материалы, и добавили возможность территории расширить храм. И вот мы с вами по одному удовольствию через теплый храм Ивана Грозного. Как красиво, да? Теплые одежды, а мирские. Не случайно, потому что святости она достигла в миру. Она не уходила в монастыри, не вела подвиженческую жизнь. А жила, как удовлетворять женщине того времени, замуж, вышла, рожала детей, заботилась о гробе. Время, женщина должна была много рожать детей, потому что уносили детей болезни. А у них чехотка не была, срока антибиотикой. И главный труд женщины был направлен на выхаживание детей. У нее было 12 детей. Правда, 5 раз умерли из них, но северых она прибегла. Это был тоже женский подвиг. Но главная ее заслуга в том, что когда пришли на русскую землю страшные годы, голода и моро, как они звали, это лето 1601 года. В лето здесь было записано так, что лето мокрое было, а на успенье мороз удалил. То есть, главное того, что все бурло, все еще и заверно. На успенье конца было, и люди не терпят, ни крючок не могли взять. Боже мой, какое богатство. Я не знаю, что мы поселение, и не надеясь ни на что, условно, что живет неизборно в морозу, а в этой помещице, в которой исполнили фрексы, я не знаю, буквально, они бросают свои слова, и не спасаются. И вот это спасало. Он считал, что бурло это человеческая душа. Все, что надо спасать. Для человека все это не бог. Это, наверное, не другое. Она работала у нас тоже не зря. Но, конечно, не успевали боро, как это сестра и мощь, подарки, провестили богатые. Это уже в 18-м веке один из новостей бурлокупцов сделал вклад, вклад, да, в такой манастерю, в храм, увековещущий своем пример. И здесь чудовищные иконы. У окна большая икона, под золоченной сенью, Божья Матерь Пидорская. Этому образу здорово, у нас здорово-зица одна, а образов, и кто много, около 2000 насчитывает образ Божьей Матери, есть Муровская, Безанская, Ильевская, Хазанская, Владимирская. Вот. Было замечено, что от этого образа получает помощь на месте, которое дети просят поднесутся в город. Божья. Это икона Петра и Феврония. Но в 1991 году открыли через дорогу церковь Феврония и 15 сентября 1992 года был назначен второе восстановление Петра и Феврония. И мощи из этого монастыря перенесли в Свято-Троище. А в память доставили вот эту икону, она тоже чудотворная. Внизу частичка святых мощей Петра и Феврония. Несколько раз мир оточила эта икона, издавая другую храме. Но тоже она не ел ее ржаного хлеба, не пил искринки через край, не мерз в сугробах у околиц, но стал нам близким и родным. И действительно, люди, находясь в опасности, обращаясь к Богу, кто-то замерзал зимой в метель, в степи, кто-то к тому видели, что к ним подходил святой угодник с крестами на плечах. И когда икона появилась, Николай Чудотворцы здесь, все узнали его и сказали, вот он нам помог. И даже в Великой Отечественной войне летчик, которому дали на борт его самолета икону Иверской Божьей Матери, она покровительница Москвы. Вот у нас тоже один образ, но по-разному Богородство помогает в разных местах. Вот, и нужно было ему крестным ходом облететь Москву. И он рассказывает, когда он летел, немцы уже с зенитками под Москвой, палили по его самолету. Он говорит, я молился, просил Бога, чтобы помог мне и Богородицу. И, по-разному, мы говорили, что он не хочет, посещает, он не хочет, но он летел, по-разному, не описает, он попал в самолет. Вот это будет не да, вот это будет, не важно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Девушка играет. Звонар. 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 Субтитры делал DimaTorzok Здесь вообще офигенно, а в Коломне тоже мне очень нравится Встали все и замерли Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok